Ситуацию на рынке труда Тверской области рассмотрели на заседании регионального правительства. Его 27 октября провел губернатор Игорь Руденя. Главными задачами в сфере занятости глава региона назвал разработку дополнительных мер для увеличения числа рабочих мест в внебюджетной сфере. Для правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранения рабочих мест. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхней Волши. С апреля по август работодателями региона было предложено свыше 23 тысяч вакансий. Среди наиболее востребованных – сварщики, каменщики, инженеры, медики, педагоги. Кроме того, даже в текущих условиях не только не приостановлено, а наоборот – активизирована работа по реализации инвестиционных проектов. То есть Тверская область получает новые рабочие места. Наши все проекты, когда мы стараемся местное население инкорпорировать в стройки, в проекты, в новые предприятия – это очень важный блок работы. Главными задачами Игорь Руденя назвал разработку дополнительных мер по увеличению числа рабочих мест во внебюджетной сфере во всех муниципалитетах. Продолжение модернизации системы подготовки востребованных в экономике кадров. Например, в дорожном строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве. С 1 июля в Тверской области также начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, в которых уже зарегистрировалось более 4 тысяч человек. Продолжена реализация мер по сокращению нелегальной трудовой миграции в регионе. Привлечение трудовых мигрантов не является решением задачи. Это принципиальная наша позиция. Мы не рассчитываем на улучшение ситуации через привлечение трудовых мигрантов. Поэтому наша позиция растить региональные кадры. Это обучение, это создание новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных. При этом, по данным рейтинга РИА Новости, Тверская область входит в число 15 субъектов с самым низким уровнем безработицы. 11 место из 85. По оценке Международной организации труда, по итогам третьего квартала текущего года, уровень безработицы в нашем регионе составляет 4,5%, при показателе по России 6,3%. Согласно прогнозам областной службы занятости, в 2021 году эта тенденция продолжится.